Добрый день. Чувствую, что вы уже все обсудили. Хочу поблагодарить вас за активное участие в раутсорсинге по улучшению работы нашей системы ОФЦ. В ней приняли участие 6 тысяч москвичей, почти полтора месяца шло обсуждение. Кроме этого, мы просили активно подключиться к этому и самих работников ОФЦ, достаточно уже большой отряд людей, которые оказывают большую часть государственных услуг в Москве. И если взять все посещения людьми ОФЦ, то все их месте будет гораздо меньше, чем тот поток людей, которые каждый день приходят в многофункциональные центры. И в этом году объем услуг достигнет 15 миллионов в год. Это, конечно, огромный объем, миллиона посетителей в месяц. Я думаю, это будет самая крупная сервисная система не только в Москве, но и в мире. И для того, чтобы она развивалась адекватно, была комфортна для москвичей, не стагнировала, а, наоборот, набирала обороты, была более интересной и конкурентной даже по отношению к экономическим структурам. Конечно, нужно постоянно ее совершенствовать. Поэтому мы обратились с таким предложением к вам, чтобы вы высказали свои предложения. Сегодня с удовольствием послушаю, и то, что мы можем, мы оперативно внедрим. Пожалуйста, коллеги, послушаю, потом меняемся мнением. Добрый день, Качалов Антон, системный архитектор компании «Ян». Вы победители и участники проекта, в ходе которого обсуждалось большое число разных идей. Многие из них носили локальный или чисто технический характер. Стоит отметить, что в настоящее время большинство идей реализуется. Девять из двадцати пяти лучших идей стали победить. И после неоднократных встреч и обсуждений мы выделили единую системообразующую идею, то есть некий свод правил, который позволяет понять, как настроить систему целиком. В основе деятельности современного чиновника, чиновников нового типа, должен лежать свод базовых принципов. Хочется об этом подробнее поговорить. Слово передаю Михаилу Забову. Пожалуйста, Михаил. Это один из разных идей и участник первого процесса услугового проекта. У нас еще с вами следует. Идея с первонаправленно. Соответственно, эта идея, она основе сделана из сферы профессиональных услуг. Такие как IT-услуги, банковские услуги, адвокаты и так далее. Это как тут эта идея пошла. Особенность профессиональных услуг заключается в том, что услуга переживается, а не подключается. И процесс оказания услугов, он считает более важным, чем услуг, который человек получает. Вторая особенность таких услуг, это что существует ранее нормирование или регулирование. Для простых действий, выкопать траншею и достать 16-го угля, есть простые нормы регламентные. Дальше более высокий уровень нормирования, это уровень принципов. Например, знай своего клиента, знай проблемы с клиентами, береги время клиента. Они не регламентируются, они действуют на уровне, в принципе. Еще более высокий уровень нормирования, это домовлицент. И когда вы выбираете дизайн проекта, вы просто ищите человека с похожим на территорию. Соответственно, современный подход к профессиональным услугам, это пытаться нормировать как раз на уровне принципов. Выработать некое количество принципов, которые позволяют более гибкой и более адекватно отражать и оказывать сложные профессиональные услуги. Принципы фиксируется корпоративной культурой, здесь так принято. И сама культура поддерживает эти принципы. Не эквивалентами, не правилами, не взяемными, а именно корпоративной культурой. Соответственно, есть богатый опыт, современные все компания так работают, в айти-компании работают, в банке работают, в педик-комплексе. Современно не двигается, и вы подтвердите. Похожий подход мы создали на первом корпоративном проекте для модерации нашего года. К сожалению, там я не получил развитие. Но зато коллеги из МФЦ за эту идею платились, и потом получил развитие. Мы подробно создали, пытались формулировать такие принципы, которые мы и коллеги, то, что участвует в процессе МФЦ, подобно будем подсказывать, какие конкретные принципы он пытался. Я надеюсь, что этот подход возможен и правильным ходом, и при модерации от нашего города уже вернется, и мы пытаемся, чтобы мы с вами были. Я хотела бы сказать... Да, Михаил, а вот в переводе на тонну угля, сколько это будет оказать миллион услуг? Сколько месторождений угля? Именно принцип заключается в том, что... Знаете, я отвечаю, что если она уже минута, то такая я вот так получаю. В любом смысле, что у меня такие характеристики, как 15 минут обслуживание клиента, не более 15 минут. Мне ничего не кажется, что он хорошо или плохо. Если у человека сложное, то, наверное, и он там в результате, когда ты в этот футболе смотрели эти проблемы, то это не показатель того, что он хорошо делает. То есть это и сроки, и качество, и удовлетворенность клиента. Да, это вот именно такие вещи сложные, которые называются оценка объективных параметров, объективных параметров. Все равно оценивают люди. Это все между отношением между людьми, поэтому это невозможно. Поверить камеру, поверить секундомер, поставить мотивы, это не работает. Это работает в каких-то случаях, даже против того, что... Это работает тогда, когда работник МФЦ понимает свою задачу, функцию, миссию, и тогда это будет работать подробно. То есть если мы говорим, что задача сотрудников МФЦ будет доволевать, понимать, что клиента клиента, но при этом понимать, что это не только один клиент, который в очереди стоят еще другие люди, и кто-то надо уважать, то он этот баланс пытается запустить, то есть он не пытается, так говорю, три часа с одним человеком из себя вести беседу, и, наоборот, не пытается, в футболе каждый раз в режиме останавливания. Это именно сложные вещи, которые невозможно регламентировать такие множественные принципы, и, грубо говоря, есть руководитель у него, который эти принципы понимает лучше его, и он понимает, насколько адекватно в данном случае сотрудник отработал в этой ситуации. Достаточно ли выяснили? Достаточно, то есть, просто понимая ситуацию, какие числа, нормативы и так далее, и я не могу этого понимать. Пожалуйста. Как Вы знаете, в бизнесе в коммерческой организации существует правило, что им всегда право. Я считаю, что правило может стать разными парами принципов работы МФЦ, то есть, другими словами, нужно будет решение, что посетитель МФЦ всегда прав. А при бизнесе, конечно, это не всегда так. Ситуаций в жизни у них очень много, они все разные, бывают свои уникальные случаи, и не всегда в проблеме, которые сталкиваются посетители, изноваться от режима МФЦ. Но, тем не менее, важно понимать, что проблема посетителей с трудными действиями нужно максимально заинтересованно помочь ему. Сотрудники МФЦ вообще, это фронт-офис, они сами никаких услуг, собственно, не оказывают. Они берут запрос от клиента, передают его дальше своим коллегам, чтобы они обработали и выдали конечный документ. Поэтому они... Жители об этом не знают. Да, посетители не знают, они не знают от работника. Ему нужно, конечно, очень корректно вести себя, чтобы объяснить свои функции, полномочия, и в то же время решить задачу. Попытаться найти альтернативные решения в том, чтобы уникальность ситуации. Я думаю, что сделать посещение комфортным в центре МФЦ возможно. Главное, чтобы было активно, заинтересованность каждому посетителей, и вот как раз возможность найти именно таким образом решения для различных ситуаций. Спасибо. Пожалуйста, коллеги. Комарова Екатерина Вячеславовна, консультант на входе МФЦ района Рязанский. Очень важно, как тебя встречает и как к тебе относится. Улыбка и хорошее настроение важны атрибуты служащего. Отношение клиенту к позиции служащего МФЦ, встречающего посетителей. Улыбка, в нашей работе улыбка и хорошее настроение. Быстро понимать, кто пришел, какой посетитель перед тобой, в чем состоит его проблема, и направить его к нужному сотруднику. Удается? Вы работаете? Да, конечно. Я консультант на входе. Посетители, когда приходят, они сразу видят меня. И, конечно, разные бывают жители. Но уже про работу 7 месяцев я, на самом деле, уже настолько начала чувствовать и видеть людей. Когда человек заходит, открывает дверь, вы уже понимаете, что ему нужно, какую справку. Да, я уже понимаю, уже с полусловом мы уже начинаем понимать друг друга. Но мне очень приятно работать с людьми, и поэтому я рада, что я работаю. Это очень важно. Как мы сказали, Катя у нас иногда выступает в роли переводчиков с человеческого на чиновниче и с чиновничьего на человеческий. Ну, собственно, так и есть, потому что, приходя в МФЦ, если нет, это хорошо, что в МФЦ есть люди, кто поможет разобраться. Потому что название услуг, ну, главное, законы написаны специфическим языком, это понятно. Но когда ты приходишь в МФЦ, ты не просишь определить гражданство несовершеннолетнему ребёнку, ты просишь гражданству ребёнку или ещё что-то. Поскольку большинство услуг, они такие очень сложно сочинённые, то всегда требуется человек, который поможет разобраться. И в большинстве случаев это как раз сотрудники МФЦ, и они как раз должны работать и переводчиками с человеческого и обратно на чиновничьи, должны говорить простым, понятным человеку языком доносить. У нас специалистов всё больше и больше становятся универсальными, они оказывают большой комплекс услуг, если раньше там так чётко разложено по окошечкам, если ошибся в окошечко, значит не попало условное. Сейчас как бы вот более универсальные специалисты, сколько у нас такое биом? 4 700 человек, и где-то 40% услуг мы оказываем с универсальными специалистами. Но я так понимаю, ребята ещё говорят о том, что и когда универсальный специалист, он тоже, обладая профессиональной терминологией, сложно переходит на простой русский язык. И тоже как стандарт вести необходимость говорить понятным, доступным общечеловеческим языком по-русски. И это тоже требует определённых навыков. Соответственно, здесь тоже не могу не согласиться, да, что любой сотрудник МФЦ должен быть профессионалом, и он должен быть компетентен в тех вопросах, в тех услугах, которые он оказывает. И если мы возвращаемся опять же к законам, да, то здесь именно сотрудник МФЦ должен перевести для заявителя закон так, чтобы человек это понял. Соответственно, не только перевод закона, но и, увидев человека, сотрудник МФЦ должен понимать, кто стоит перед ним, да, какие проблемы, какие задачи, как специалист МФЦ, да, могу решить, какие альтернативные варианты решения данной проблемы я могу предложить данному заявителю. Вот поэтому это основная, наверное, одна из основных компетенций как государственного служащего, так и сотрудник МФЦ, это помочь заявителю решить его проблемы. Ну, не всех, возможно, перестроить, перевоспитать, а когда принимает сотрудников работу в МФЦ, какое-то психологическое тестирование, отбор происходит? Конечно, происходит. Своё тестирование, в первую очередь, смотрится на человека, насколько он может в принципе взаимодействовать с людьми, насколько он любит людей. Те люди, которые, кандидаты, которые не проявляются определенных качеств, по отношению к другим людям, они просто не рассматриваются на данные качества. Я думаю, что это такая важная часть работы. Человек должен понимать, какие требования к нему будут предъявляться. Администрация должна понимать, он вообще потенциально способен или не способен соответствовать требованиям. Психологическая нагрузка, когда пропускаешь через себя такое количество людей, очень высокое. Как я как раз и говорил о корпоративной культуре, при которой люди с другим менталитетом, просто не могут ужиться в этой среде. Естественно, среда их отторгает. И они сами понимают, что они не вписывают в коллектив. Вот это, конечно, была бы идеальная ситуация, когда внутренняя корпоративная культура... Во многом мы определяем стиль, работаем. Потому что когда чиновник один там за дверью сидит, ему там стучатся посетители, и там за дверями человек 30-50 в очереди, все злые, выдержать одному один на один этот психологический прессинг, то было невозможно с одной стороны, с другой стороны, трудно поддаться искушению, нахамить, нагрубить и так далее. Вот в этой среде это немножко другой стиль, немножко принципиально другой. Все друг друга видят, все друг друга знают. Стиль работы совершенно иной. Вот этот стиль, конечно, надо правы, надо его поддерживать и обрабатывать. Ну вот два основных принципа, которые проверяют, это любой признак, который хочет работать с ОМПЦ, это клиентаориентированный и стрессоустойчивый. Ну, вообще в любой государственной структуре, на мой взгляд, в том числе и в ОМПЦ, безусловно, необходим в первую очередь и в самой важной задаче создать единую команду, команду единомышленников. То есть команду, в которой все сотрудники от руководителей и долинейных специалистов будут разделять те принципы, которые мы им предложим. Соответственно, принципы для сотрудников должны быть не какими-то прописанными словами на бумаге в виде сухих инструкций, а именно внутренние доминанты поведения. На мой взгляд, наиболее важными принципами в подходе по отношению к нашим жителям, заявителям, которые приходят в государственные услуги в наши центры, должны стать профессионализм и доброжелательность. Вот именно по этому пути, если мы пойдем, мы сможем в полной мере раскрыть саму суть слова служащий, служить, служение людям, обществу, городу, государству, как бы с копарной это ни звучало. Именно так мы сможем изменить мнение ныне бытующего общества несколько негативных, к самому слову, чиновников. И в конечном итоге наши сотрудники смогут в полной мере гордиться своей работой и выборной профессией. Сергей, продекларировать самое простое у вас в вашем Алексеевском не получается? Да, да. Мы, соответственно, ведем работу, как ранее было замечено, люди, которые не готовы психологически каким-то своим внутренним принципам работать в нашей общей команде, они торгают своим коллективом. Люди, которые приходят в МФЦ, подтягиваются, я как руководитель задаю некий тонн по отношению к заявителям, то есть я нахожусь все время в зале, пытаюсь решить вопросы, которые возникают нестандартные у заявителя, а сотрудники это видят и пытаются соответствовать. Равно как, если рыба у нее с головы, так же она и выступает. Сотрудники потягиваются за руководителем. Вы действительно считаете, что в наших МФЦ можно создать особый класс чиновников, которые будут по своей стиле, по ментальности отличаться от той армии чиновников, которая сейчас есть? Я уверен, что мы уже это делаем. Хорошо. Мы проверяли, Сергей Семенович, как жители, ходили во время проекта по всем МФЦ. У нас действительно хорошие показатели сейчас, но просто мы не хотим остановиться на 10 вопросов и все время совершенно странно. Потому что как только остановишься, начинаешь скатываться на вы. Ведем меня на это опять же. Пожалуйста. Присторонный, спасибо. Да, пожалуйста. Пожалуйста. У нас постоянно команда выбирает. Спасибо. К сожалению, до сих пор в этой ситуации, что поход в какое-то возочтверждение и отрывать этот стресс. Очень страшно встретиться с халатом, с некомпетентностью, это просто определяет отношения. И мне бы очень хотелось, чтобы чиновник был подражательным. И чтобы имел желание в них нужное управление. Также, мне кажется, очень важно, чтобы этот человек был изначально ориентирован на хорошее позитивное. И если требуется, был бы готов предложить несколько проблем, но не было предметов, заданий, решайте все с нами. и еще я хотела бы сказать, что на этом проекте у нас был спор. Когда поворачивается ли бюрократическая машина и сам человек сейчас, или нет. И разные линии, но мне кажется, что большинство, чуть больше половины, считает, что нет. Я уже вижу разницу, как я делала рождение первого ребенка. Как это было? Ну и расскажите. Расскажите, расскажите. Это проще понять. много информации. Не требует каких-то дополнительных бумаг и справок, как это было с первого ватрую. Написано на ремонт. Сейчас проще действительно встречать прекрасные девушки. Как это было раньше, я могу это даже не А по времени как это выглядело? Прежняя процедура и сегодняшняя процедура? Дальше получаешь как какое-то время наговорится. А второе я делала все выходы через интернет. Я загрузилась в этот мир в таком ситуации. Вообще когда мы работая в правительстве обсуждали систему развития МФЦ, была такая дискуссия вообще МФЦ имеет какую-то перспективу или не имеет в силу того, что может лучше развивать электронные государственные услуги в электронном виде все в конечном итоге научатся пользоваться интернетом и вот там через интернет все услуги будут получать. Но в конечном итоге пришли к варианту что все-таки нужно развивать обе системы и МФЦ когда человек может прийти и поговорить с чиновником о том что ему нужно объяснить ему получить комплекс услугу чем не одну а сразу комплексную услугу и параллельно развивать электронные услуги. Собственно МФЦ во многом работает как раз в электронной среде межведомства взаимодействия через интернет по электронным протоколам по регламентам четко устанавливающих взаимодействия между МФЦ федеральными структурами региональными и так далее и они дают взаимную синергию когда все регламентные процедуры выстроены когда взаимодействие электронное выстроено внутри государственных структур то проще выдавать на гора электронные услуги и эти два процесса идут параллельно я думаю что они будут долго жить все равно есть люди которым проще помчаться с живыми людьми и получить информацию от живых да но и не все конечно они не все могут и хотят работать через интернет всего объективных причин и субъективных причин но у нас электронные услуги развиваются достаточно активно какой объем электронных услуг больше 100 услуг представляют электронные виды но мы по годовому объеме сколько мы представляем электронных счетов сайт сайт если есть все таки он все таки строен как рубрикат а именно более половины обращений И в МФЦ это все-таки вопрос с ЖКХ, матемки и так далее. Там совершенно другая идеология. Там все, как вы денег, как вы счеты поменять, почему так. И все-таки там... Ну да, требуется еще и консультация дополнительная. Там очень много вопросов. Надо просто хотя бы наглядно понимать, почему тебе так начислили, как оно посчиталось и так далее. И в этом месте просто наглядная посторонняя информация о том, что происходит в МФЦ. Но очень много куда еще есть. Да, но тем не менее МФЦ все равно должна помогать гражданам учиться пользоваться в электронном виде услугами. Такая задача есть. У нас такая задача есть. У нас же центр доступа существует в МФЦ. И там можно обучиться, получить, заполнить свой профиль и уже упростить процедуру получения услуг в электронном виде. Даже не те, которых можно получить. Допустим, запись на прием к врачу. Один раз зашел, оформлен в личный кабинет, и научили в следующий раз автоматически начинать пользоваться. МФЦ, а в следующий раз уже за этой услугой туда не пойдешь, а можешь получить ее в электронном виде. Поэтому, чтобы дополнить. Сейчас очень жестко разделены каналы получения услуги из МФЦ электронной. Все, что в электронном виде, идет через портал. Он не плохой портал, но, на счет, он именно набор не связан, между собой каталогизированных услуг. Это не очень удобно, если ты работаешь с единым, так и целым, с пониманием, как это было еще. Там, если вы открываете, например, там, височек вбивания, другие вот, я в конце, в других областях, а вот немножко по-другому устроены. То есть, может быть, в МФЦ имеет смысл выбрать собственный канал, наработать через интернат, отлично. Здесь, наверное, не то, что записи, получения каких-то документов, а именно все, что касается ЖКХ, да? Потому что там иногда возникают вопросы, неправильное начисление, как это, ну, неважно, сбой или человеческий фактор, да, ошибка, как подали, как правильно-неправильно заполнили сами заявку, и когда происходят корректировки, то, наверное, вот, как наши специалисты говорят, что архитектура чуть-чуть другая должна быть. Ну, или еще один маленький пример, да, вот, например, когда я разбирался с налоговой, я вообще не ходил в налоговую, я написал, написал письмо, что у меня такие начисления, почему они мне по телефону ответили, или там даже позиционные почты. По некоторым вопросам, которые, почему так, что можно иметь полцентов, и еще где-то иметь такой офлайн совершенно, это самое, МФЦ, который и на двух пустейных, как это там, люди, которые экономят свое время, ночное время напишут спокойно, люди будут там, обходить с работой, у нас такие колл-центры есть, в сетевых компаниях есть. Ну, это интересно, если есть еще идея, на самом деле мы можем ее, в принципе, брать в проработку на следующий период и проводить, что действительно хороший пример налоговой, когда они активно работают по электронной почте в прощенном режиме. По большому счету, можно наших универсальных специалистов, которые сидят на этих вопросах, тоже отчасти разгрузить. Конечно, надо разгружать МФЦ, надо разгружать. Это МФЦ должно быть центром, когда человек не знает, как по-другому получить услугу в электронном виде, там, по телефону и так далее. Вот он должен ножками уже прийти, поговорить со специалистом. Все, что можно вынести в режиме электронной услуги, телефонного разговора, электронной почте и так далее, надо стараться, конечно. Потому что у нас самого задачи была, не была задача всех привести МФЦ. Нам задача структурировать все эти поляны, систематизировать, выработать новый стиль общения с людьми и дать возможность дальше развивать другие электронные услуги, чтобы человек вообще не приходил из своего дома, из офиса получал большинство услуг. Она так и идет, движется. Вот эта стыковка письменных услуг и электронных услуг, их нужно сближать, сближать и делать их более комфортным, понятным. И то же самое сделать колл-центры и так далее. Вот это такое, это правильно вообще направление. В любом случае, когда МФЦ подключается в этом плане, получается, что технологии идут очень быстро, развиваются очень быстро. И я не исключаю, что там, когда мне будет 60 лет, я не смогу разобраться во всех этих гаджетах, во всех этих. И мне придется в любом случае обратиться в МФЦ для того, чтобы там мне показали, как пользоваться какой-то той или иной электронной услугой. То есть одно другое, другого делима не исключает. Ирина, речь идет о чем? Что одно дело, когда человек не умеет пользоваться и не знает, как воспользоваться, он пришел в тот же МФЦ, ему подсказали, научили, он в следующий раз уже в электронной виде. Не хочет, еще раз пришел. Но у нас должна быть адекватная альтернатива использования других возможностей, чтобы не приходить вообще. И с этим надо работать. Потому что, ну, возьмите, скажем, два года, сколько электронных услуг в Москве предоставлял? Зеро. Сейчас 20 миллионов. Но есть разница. Это дистанция огромного масштаба. Дальше еще надо совершить эту систему, стыковать и такие услуги, и другие. Это очень важно. И не замыкаться только на представлении государственных услуг через государственные структуры. Ну, вот, Антон, ты, по-моему, в Яндексе, да, Расск? Да. Вот. Огромные сервисы. Ну, и у других там IT-структур. Они берут наш функционал, наши данные, нашу информацию и представляют уже коммерческую услугу. Но она порой даже и бесплатна, вы работаете там по-другому, за счет рекламы и так далее. Но неважно. Вот этот круг, вот этот круг, надо включать огромное количество IT-шников, структур, которые специализируют на этом. И иногда гораздо лучше и удобнее создают сервисы для получения тех или иных услуг. И это движение сейчас пошло, достаточно активно. Мы не так давно проводили встречу, называемых Акатун, с фишниками, которые выработали целый ряд предложений, начиная там от туалетов, заканчивая парковками, сервисы, дополнительные представления информации, на базе нашей информации, на базе нашей инфраструктуры. То же самое здесь можно сделать. Ну, пожалуйста. На мой взгляд, любой чиновник должен стать образцом профессионализма, грамотности и корректности при общении с посетителями. И учитывая, что каждый день сотрудник работает с большим количеством людей, цены такое качество, как стрессоустойчивость, как уже говорили коллеги. Вместе с тем, для обеспечения эмоциональной стабильности внутри коллектива, для благоприятной атмосферы в коллективе, очень важно, чтобы была поддержка со стороны руководства, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя защищенным, каждый рядовой сотрудник. В случае, если возникает конфликтная ситуация, ну, грубо говоря, бывают такие ситуации, когда посетитель желает предоставления услуги, возможно, что-то не понял, возможно, торопится. Ну, каждый заведитель уникален, каждый со своим приходит. Поэтому, если имеет место быть эмоциональное воздействие на специалисты, некоторые специалисты теряются. Если имеет место быть стрессовая ситуация для специалиста, то это может негативно повлиять на качество работы с каждым последующим посетителем. Поэтому очень важно, чтобы руководитель оказывал поддержку и при оценке возможности разрешения ситуации был не шаблонный подход, поскольку когда человек слушает и слышит, а это очень важно, зачастую, как показывает практика, сама ситуация, казавшаяся проблемной, разрешается очень просто. Просто мы все бежим, торопимся, и хотелось бы, чтобы было такое активное взаимодействие и поддержка. Да, необходимо развивать не только бесплатные государственные услуги, но и дополнительные опции, которые развиваются в любой коммерческой структуре. Да, мы обязаны представлять государственные услуги бесплатно по государственным стандартам, но вокруг этого еще достаточно много услуг, которые востребованы гражданами. И на эту тему тоже можно подумать. В том числе, я знаю, там было предложение по доставке на дом тех или иных справок, документов. Вполне возможно, что за какую-то разумную плату можно было сделать. Учитывая, что у нас много представителей МФЦ, мы будем какие-то специальные курсы проводить по стрессоустойчивости, придумывать какие-то такие тренинги и тимбилдинги, которые снимают это напряжение. Конечно, в системе отчетности или в системе показателей работников МФЦ все равно надо подходить к нам будет как-то субъективно и смотреть действительно объективную ситуацию уже внутри коллектива. Во внешнюю сторону у нас клиент всегда прав, но уже когда ты решаешь ситуацию, рассматриваешь внутри коллектива, руководитель, конечно, должен защищать своих подчинений. Мы должны понимать, мы должны защищать и работников МФЦ, чтобы от них не требовали то, что невозможно потребовать. Можно все, что угодно от них требовать. У них есть определенные регламенты, возможности и так далее. Поэтому здесь тоже должно быть обоюдное понимание. С одной стороны работников МФЦ, что они обязаны сделать, но с другой стороны и клиентов, которые тоже должны понимать, а что они могут потребовать от МФЦ, от его работников, какие услуги, какие сроки, каким качеством. Это взаимный процесс. Какие правила существуют? Если этого понимания не будет, то стрессов не оберешься, если ты с другой стороны. Посетитель не будет бояться идти к служащему тогда, когда служащий не будет бояться проявить инициативу. То есть помочь, не в рамках регламента, а в рамках каких-то более широких своих полномочий. Он будет знать, что его поддержит руководство, он действует правильно. То есть понятно, что если он действует неправильно, то его никто не поддержит. Но если он действует правильно и хотел помочь, то его никто не будет наказывать, если вдруг что-то пойдет не так. Это очень правильно. Такая цепочка возникает. Правительство Москвы, это как раз таких сотрудников берем. Те, которые в рамках инструкции не урабатываются. Сергей Семенович, я хотел бы выразить вам благодарность за предыдущий проект. Вот волонтеры «Наш город». Мы как бы активная команда здесь тоже представлена. В данном проекте я соглашусь со всеми коллегами. Хотел добавить только, что, конечно, для человека, для современного очень важно время. То есть это одна из таких вещей, которая, несмотря на то, что сотрудники МФЦ должны понимать человека, вникать в его проблемы, все остальное, но время, то есть оно, конечно, должно быть какое-то более-менее ограниченное. И, скорее всего, временной рамок должен быть за счет четких и грамотных действий сотрудника. То есть если сотрудник МФЦ знает, что конкретно ему задать, какие вопросы, какая у него инструкция, какие обязанности, что хочет человек, и предложить сразу проявить инициативу, как вы здесь говорили, сразу сообщить, что к этой справке вам нужно еще что-то, то есть сэкономить время человеку и, соответственно, оставить положительный отзыв. Приходит и со временем, с опытом человек, который впервые сел на приеме клиента, конечно, от него ожидать космической скорости и понимания этих процессов не стоит. Важно, чтобы МФЦ сохранялся в костях кадров, чтобы там была меньше сменяемость кадров, конечно, был рост и так далее, но, тем не менее, это важно, чтобы там не было огромной текучки кадров, иначе мы там ничего тоже не добьем. Не успеем просто. Просто не успеем этих людей обучить, ну и люди, не только должны быть обучены, они должны совершенно себя по-другому позиционировать. Если он пришел на полгода поработать, а потом уйти, куда-то, то, ну, опять, что-то, тут можно было бы задать. Для этого нужна какая-то, как предлагалось на проекте, сделать, скажем так, кадровый резерв из лучших сотрудников, которые могут пойти потом на повышение при развитии сети МФЦ. То есть, если сотрудник себя зарекомендовал в течение года или более, то он как бы руководство вносит в какой-то резерв определенный, который уже знает, что есть тыл. То есть, ты можешь поставить руководителя грамотного, хорошего. Ну и в том числе я хотел сказать, что на проекте активно обсуждалось, какие именно мероприятия для сотрудников проводить. То есть, как их преминировать. В том числе, допустим, лучшие сотрудники могут выбирать себе первоначально отпускное время, как мы здесь говорили, да. То есть, лучший сотрудник может выбрать самый первый в свое время отпуска. Это тоже очень важный момент. Он такой нематериальный, да, но я хочу пойти в мае в отпуск. И все остальные идут за мной. Почему нет? Я вообще как-то там анекдот рассказывать не буду. Пожалуйста. Наталья Кофф, Росоконсалтинг, консультант-эксперт. Я тоже хотела бы присоединиться к коллегам и поговорить, точнее сказать, как мы видим для себя специалистов, кто работает с людьми, чиновника нового типа. Что специалисты, кто работает с людьми, те, кто сами выбирают эту работу, они априори любят работать с людьми. Они априори понимают, что они должны помогать людям. И вот это вот должествование, мы его не сможем с вами прописать ни в одном из регламентов. Оно должно находиться где-то там, внутри нас. И уже регламенты, инструкции, они просто помогают нам оказывать услуги, клиентам, посетителям, да, то есть работать и выполнять. И мне кажется, что очень важно, чтобы сотрудники МФЦ гордились своей работой. То есть они чувствовали, с одной стороны, ответственность, потому что они являются лицом города, да, то есть для нас, потому что, как вот сотрудники МФЦ говорили, мы не госслужащие, да, то есть мы все, нет, мы говорим, что приходя к вам, мы в вашем лице видим государство. И даже если вы просто оформляете наши документы или их просто передаете, мы через вас общаемся с государством и получаем от него ответ. Поэтому, выполняя свои функции, вы представляете город, вы представляете, ну, и нас, да, тоже. И мы очень хотим, чтобы и мы, и вы гордились своей работой. Мы что-то на этой позитивной ноте будем заканчивать. Мы обезуемся, что вот все, что мы сегодня наговорили, мы обязательно систематизируем, вот, соберем такой небольшой свой правил и потом уже передадим. Там еще и конкретные предложения, которые были высказаны в рамках роутсорсинга, например, там Wi-Fi, там велосипедные стоянки и так далее и так подобное. Это теоретически все можно сделать, ничего такого особого затратного. Все стоит, уже стоит. То есть мы во время краудсорсинга уже все реализовали, да? Отлично. Осталось написать свод правил, обсудить его, утвердить и с песней по жизни. И контролировать. Потому что это потребители, как мы это делаем. Ну, а скоро у нас год, да. Попросы троллировать и объединить организацию внутри. Я думаю, что этот свод правил мы обсудим и на активном гражданине, это тоже будет. Да, обязательно, потому что, чтобы максимальное количество людей имели возможность обсудить. Мы тогда соберемся, в ближайшее время эти все предложения будем обсуждать. Спасибо большое. Действительно была проделана большая работа. Она помогает и москвичам, и нам понимать те задачи, цели, стиль работы новой системы. И это не просто какое-то там отделение, еще раз, по выдаче услуг. Это вообще образ московского чиновника. Вы правильно сказали. Эти люди представляют государство. Даже если они сами там какие-то не принимают глобальные решения и так далее. Они находятся на передовой. К ним обращаются миллионы людей. И от их поведения и стиля работы зависит отношение к власти. С одной стороны, с другой стороны, к качеству предоставляемых услуг. Поэтому для нас это очень важный, важнейший проект с точки зрения развития государственной службы, государственной власти, отношения к людям. И я считаю, что вместе с вами, вместе с работниками МФЦ у нас получится достойный проект. И звание московского чиновника из ругательного, какого-то образа, который у нас существовал в достаточно большое время, будет действительно позитивный образ, которым будут москвичи гордиться. Спасибо. Насколько примеров. Спасибо, ребят. Спасибо. Спасибо. Смотри, вы сейчас на то, что вы видите, всем по-другому. Спасибо. Пожалуйста, перейдите. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.